Вот согласно вот этого предложениям, до 17-го числа мы сейчас примем решение, касающееся оплаты, касающееся разбиения на части. До 17-го числа проплата в первой части будет стартового сноса. 19-го, 20-го формирование дивизионов Шеребьевка. Шеребьевка, ребята, для того, чтобы всех вас не дергать, мы пригласим, у меня только есть такая идея, Дима Михайленко, она же член молодежи сборной Украины. Мы в онлайн-режиме, все в прямом эфире себе огласим, когда это будет, вы сядете спокойно по компьютеру и посмотрите Шеребьевку. Чтобы все это было скрыто, доступно, ну и потом еще видео-версию в конечном итоге выложим, выложим также на сайте. Продолжаем обсуждать, конечно. А еще вопрос, Итем. А наша Хмельницкая ассоциация на хмельнифу, футболу подчиняется киевской или нет? А если большинство команд напишет письмо, мы будем писать письмо на Киев, чтобы рассмотреть этот вопрос. Я вам скажу так, вы напишите письмо, он не поддерживал своего нас, я вам честно скажу. Ну ты знаешь, как это все решается. Ну, идеально. Я честный с тобой, я здесь не могу. Поднимите ювелину и фемиду, и споров не будет. Тут две команды, которые спорят. Ну, так вот, я не буду решать. Человек, подняйте шестнадцать. Давайте. Мы с нового проекта. В будущем году будет. Давайте проголосуем, подняйте ювелину и фемиду. Шестнадцать команд, я думаю, да. На все варианты, нормально. Дайте тебе не свои. О, дината уже даже поддерживает. О, я сейчас в чемпионов его знаю. Все, вы стоите, все. Вы остаетесь, идите. Побыстрее. Это уже и не, а... Все, что... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть предложение, то что я озвучил изначально, что команда, которая, скажем так, применяет членство в нашей лизе, поднимает команду по рейтингу выше. Поддерживается эта идея? Да. Ну так. Все, ребята. Значит, в соответствии с большинством, команда «Газовик» автоматически заходит в дивизион один. Поэтому уже с учетом места официантра назови. Дивизион 2 с учетом того, что по ладе, по ладе, были какие-то контакты? Сказали, что он будет. Я ему сказал, что он будет. Нет, что он будет. Нет, что он будет. Должен был предъявлен. Исмаил. Должен был бэк. Хорошо, ребят. Теперь, скажем, я хочу вам огласить, с учетом дивизионы, пока что на данный момент, которые есть. Значит, дивизион один, спортлидер 3, конфирмат, королевский спортлидер 2, мэнс, гинал МВС, место офицентра «Газовик», «Русичка», «Эхподийский», «Ротор», «Тетра», «Арсенал», «Матлак», «Корчев», «Университет», «Елиотен», «Карди». 14 команд. Дивизион 2. Фемида, Мустан, «Хафтолидер», «Эвелина», «Калим Деражья», «Антротер 2», «ДБК», «Хмельницкие деликатесы», «Бамбук», «Мэнс». Дого получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять команд. Ладу я пока не считаю, потому что нет в ведомости. В соответствии с этим, если, допустим, будет такой же состав команд-участниц, у нас поднимется с дивизиона 3 пять команд. Патреон, «Доктор», «Прикордонник», «Фаворит», «Университет», «Университет», «Университет». «Университет», «Университет», «Калим Дерабисе» не будет, значит «дет» разживаю. Ну, скажем, ребят, в любом случае, в любом случае, как-то там ни было, мы до вас доброемся, до вашего проекта. Ребята, давайте теперь более конструктивно перейдем к нашим, скажем, непосредственно регламентным новостям. Давайте конкретно поговорим по дивизиону 1, дивизиону 2 отдельно и дивизиону 3. Ребята, есть вот дивизион 1, видите, 3 проекта с вариантом проведения турниров. Какие будут предложения именно по этим регламентам? Пожалуйста. Все прочитали эти бумаги, все прочитали эти условия. Предлагая просто, как вы видите на голосование, кто поддерживает, какой больше голосов получилось, так и вы выступаете. А то сейчас будет предложение, а в бомбаре мы будем сидеть еще час, и ничего не передали к кому. Все прочитали эти риски, все прочитали условия. Показали первый вопрос. Дивизион 1, дивизион 2, дивизион 3. Проголосовали. То есть, как бы такой вариант был самый оптимальный. Поголосование. Вы понимаете, Андрей, есть только представители, команды, все, и бутентусы. Подождите, подождите, подождите. Просто было сказано, что приходите, не пришел. Да, я тоже говорю, что как бы команды некому голосовать, потому что все не собрались. Не пришел, знаешь, как бы их голос не считается, как бы там большинство присоединяйся, то и все. Скорее всего, так. Хорошо, у нас, Андрей, тогда предложение, что чтобы голосовать, это действительно, Андрей, возможно, и прав, что всем было предложено голосовать теми представителей команд, которые есть в данный момент. Поддерживаете? Хорошо, вопрос. А если вы сейчас подвешивали состояние, но вы назвали, что вы должны попасть во вторую, то нам за какую голосовать? Во вторую. То нам нужно голосовать во вторую. А там 3 дивизионы, один, а только что вышли? По сути, по сути, все касается, если, допустим, вот так сложится обстоятельство, вот, ну, если вы перейдете, Дивизион 2, наша позиция должна быть 2 арбитра, во-первых, объясню почему. Дивизион 2 будет играть в университете, там большая площадка, если там не будет 2 арбитра, там будет много недоразумений. Если еще на конфирмате как-то можно, это будет справиться. Уважаемые коллеги, есть предложение Дивизион 2 голосовать один пакет. Дивизион 2 голосовать один пакет. Один судей, двести арбитр. Уважаемые коллеги, у меня есть предложение Дивизион 1, Дивизион 2 голосовать один пакет. Принимается? Да. Кто? Ой, пожалуйста, вы ищите, вы не можете посчитать. Уважаемые коллеги, Дивизион 1, Дивизион 2, кто за то, что первый проект вариантов, пожалуйста, прошу голосовать. Открывающих нет. Открывающих нет. Ни одной руки правой руке. Все одно руки левые. Все одно руки левые. Понятно. Кто за то, чтобы вариант проект номер два, пожалуйста, прошу голосовать. Левый. Вариант номер Т тоже. Ну, я так понял, что единогласный третий вариант принимает. Все, ребят, значит, давайте послушайте внимательно, я немного расскажу о деталях третьего варианта. Согласно этому варианту стартный вопрос составляет 3400 гривен, которые необходимо платить эту матчу с треновым по 1700 гривен. Всем спасибо. Ребят, давайте, пожалуйста, я вас прошу, буквально еще 5 минут внимания и все, и мы вас отпустим. Да, да, давайте, давайте. Ребят, большая просьба, что касается Дивизион 1, Дивизион 2. Пожалуйста, ребят, потому что для того, чтобы у нас все шло более-менее гладко, не может такого быть, что мы будем за вами бегать и просить заплатите, пожалуйста, заплатите, пожалуйста. Я спрашиваю, что будьте дисциплинированы в этих вопросах. Поэтому, пожалуйста, до 17-го шоке 50 процентов, я вам прошу 1700 гривен, перебросите, пожалуйста, на расчет на счет ассоциаций. Вот тут, на первой странице, если есть, то можно. Зачем? 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 Будем уже исходить, как вам удобно, но если есть возможность, перебросите, пожалуйста, перебросите, это будет намного удобнее. Ну, скажите так, почему каждая команда не может предпринимать подсуги? Правильно. То есть каждая команда символомирает, как это будет дотик? Для тебя не уходи? Зачем? Зачем? Я скажу почему? Потому что у тебя свое ведение, у тебя по-кому мы получаем. А нам нужно есть какие-то обязательства, которые нужно закрывать. Нет, мне вариантов дали в политику. Не, я не веду... Вот мы проголосовали, пожалуйста, подêtes по варианту. Я просто прошу быть дисциплинированным и оплатят. Ребят, до 17 октября, я прошу вас, 1700 гривен, пожалуйста, заплатить, 19-го, 20-го будет формирование дивизионов и жеребьевка первого тура. Чемпионат стартует 1-го ноября. Дивизион номер 2 будет играть в университете, я вот это говорил все же время, по воскресеньям, по воскресеньям будут все игры проходить в один день. Дивизион номер 3 будет играть на конфирмате тоже по воскресеньям, все игры будут проходить тоже в один день. На конфирмате будет воскресенье и суббота, то есть будет разбивка, там будет 4-3 игры в субботу и в воскресенье, то есть вот такие будут. А люди в США? Да? Ну в США нищие, нищие. Ищи, нищие, нищие. Вот ищи, нищие. Вот еще вопрос, предложение. Вот еще вопрос, или куда-нибудь так? Да, да. Вот в Харькове, допустим, есть, вот, есть игроки, которые, да, играют, ну, чтобы игрок играл один в команде, мог играть, допустим, в разных лигах. Так как у нас есть ситуация, я знаю, что в Харькове это практикуют. Игрок на работу ходит, его заставляют там играть, а он, допустим, Свермолинец, играет за Евелину, но его Газовик заставляет играть за себя. Если мы уже в разных лигах, так можно, чтобы один игрок играл там и там. Ну в Харькове так практикуют, там есть такой пункт. Можно я дам, Света? Днем, я знаю, там есть такой вот, это универлига. Да, да, универлига. Универлига, но она не является частью всеукраинского проекта Массово-специальной лиги Украины. Поэтому как такое разрешение. Здесь же это категорически запрещено. Я вам просто пример приведу. Вот буквально было неделю назад заседание. Есть такой игрок в Шитомире, Александр Школьный. Он позволил себе играть в Шитомире и в Кировограде. Ему дисквалифицировали на, полностью отстранили от всех соревнований. На мочи строгайте все моменты, отслеживайте. Поэтому это категорически нет. То есть человек может играть исключительно за одну команду. Ребята, еще мне будет тоже, конечно, просьба. Пожалуйста, что касается, вводят моменты, что касается, там, армитража, все касается, там, других каких-то организационных вопросов. Пожалуйста, игра закончится, в этом регламенте пропишем. Давайте будем вспоминать об этом и через 5-6 дней, потому что вот это случилось. Есть конструктивная, конструктивная позиция. Мы на сайте выложим, например, на план, формы, как это все заполнять. Для того, чтобы мы всегда могли оперативно принимать решения. Есть видео, мы сели, собрались, приняли какое-то решение. Потому что мы хотим все это сделать. Я прошу помощь и у вас, чтобы вы тоже были заинтересованы в том, чтобы это проходило на серьезном, хорошем, высоком уровне. Будет такая вот просьба. Еще просьба, ребят, тоже момент. Пожалуйста, рассчитывайте за питание перед ними. Ну, я не сторонник хороших, не начинайте грубо хозить представителей команды, не рассчитаться. Ну, во-первых, время, во-первых, вам нужно в строке какие-то плавы. Пожалуйста, будьте в эти вопросы дисциплинированы. Чтобы не приходилось за вами бегать после игры. У кого есть настроение, у кого нет. Наскройте. Да, давайте, пожалуйста. Пожалуйста, там, в каждой лиге будет старший человек, который будет, ну, старший арбитр, который будет вести всю документацию, который будет, да, он будет заполнять протокол. Будьте добры, пожалуйста. Когда началась, пришли заполнять протокол, пожалуйста, рассчитайте, чтобы не возникало вопросов. И еще один очень важный момент, ребят. У кого есть какие-то вопросы по поводу оплаты, если вам нужно с кем-то поговорить, с какими-то способами, пожалуйста, позвоните мне. Сейчас есть у нас наш президент, глава в Минской госпитале Рады. Есть какие-то возможности, контакты, есть возможность повлиять на кого-то. Надо их, мы всем вам поможем, чем необходимо. Пожалуйста, если надо, врачей обращайтесь. Мы сделаем телефонный звоночек, поговорим с людьми, постараемся их убедить, что это необходимо. Договорились, если надо, звоните мне. Я хочу, я лично сам перезвонить. Да, то есть, если все нормально. Ребята, и последний, пожалуйста, тоже есть маленькая просьба. Все-таки мы являемся частью отраслукраинского проекта, на самом деле очень классный проект. Мы будем делегировать наших чемпионов и обладателя Кубка на всеукраинский финал. За нами сейчас следят. Пожалуйста, я прошу по возможности, подадите дисциплинированной форме, чтобы мы эстетически красиво, чтобы командам не выходили кто в чем. Я понимаю, что действительно сложно финансово, но постарайтесь, я вас очень прошу. Если есть возможность, чтобы вы к этому вопросу подошли очень дисциплинированно. Чтобы команда эстетически красиво, красиво смотрелась. Мы будем готовить фотосессии, мы планируем в этом сезоне, в каждой команде сделать фотоэльбом по итогам сезона. На диске, такой коротенький альбомчик, альбомчик из фотографий. Вот туда форма соответствующего образа выглядит, и все фотоэльбомы, это прекрасная память. Пожалуйста, если я тут буду, подадите к вам. Мы с вами решаем. Мы с вами решаем. Мы с вами решаем. Я сейчас пришел. Мы этот вопрос пропишем. Я еще на подадите. Да, может, можно. Это подадите. Уважаемые коллеги, если у нас будут еще вопросы. Мы играем или нет? Мы играем. Уважаемые коллеги, что касается третьего дивизиона, пожалуйста, выносите на голосование проект номер один. Нема. Нет, собачки. Проект номер два. Проект номер два. Три человека. Что у нас против? Здорово, среди. И проект номер три. Четыре человека. О, это вопрос. Все, ребята. Поддерживайте дивизион и поддерживайте проект номер три. Согласно этого проекта, его обслуживает один арбитр. Обслуживает один арбитр. Одна игра для команды 70 клиентов. Нет, не поймешь. Нет, не поймешь. Нет, не поймешь. Все, ребята. Нет, не поймешь. Нет, не поймешь. Нет, не поймешь. Нет, не поймешь. У меня будет предложение, касающееся третьего дивизиона. Что касается игр, допустим, которые будут по кругу, это понятно, не арбитров. А когда будет, допустим, уже фарты игры «Зверьев Диос», в губке будут игры, скажем, уже ближе к динамическому этапу. Два арбитра. Поэтому вы дополнительно отмечёваете все предложения, и вы уже, я думаю, это будет правильное решение. Хотя бы там, допустим, на стадии одной из того финала «Кубка», и так же самое на стадии одной из того финала «Кубка» и его из того, что прошло. Я думаю, и вы в этом будете зайти, что у него будет много вопросов, чем «Кубок». Да. Теперь, что касается «Кубка», теперь, что касается «Кубка», Владимир Алексеевич. Владимир Алексеевич. Теперь, что касается «Кубка», ребят, я хочу, вот, допустим, если вы читали внимательно, в «Кубке» будет принимать участие по 16 команд. То есть, вот, допустим, «Дивизион 1», есть, сколько, 14 команд. В соответствии с этим проектом, вот, есть вот «Дивизион». Значит, «Хандрикс», вот «Менида» и «Мустанка» в «Толите» будут играть в «Кубок» с командами «Дивизиона 1». Понятно? Соответственно, потом вот эти команды с «Дивизиона 3» будут ира «Дивизион» 2. То есть те, что выше по рейтингу. Понятно? А те, что команды дивизиона 3, будет добавляться команда дивизиона 4. То есть будет по 16 команд. ЛБ поднимется дивизиона 2. Ну, я думаю, тут слепаешь, ребят. Это будет как бы справедливо. Ребят, клубок будет проходить. Допустим, есть дивизион 1. Две команды будут проходить клубок здесь. Двизион 2. Добавляет команды дивизион 3. Выправить в 16 лет. Ну, и на конфирмании. То есть у самого плана будет играть в команды. Двизион 2. Двизион 2. Ну, у нас уже 7 команды. У 4 команды убиваются 3. А соответственно, уже дивизиона 3. Двизион 3. Выправится 6 команды дивизион 4. И 2. Уважаемые друзья. Позвольте уже как бы подытожить. Я ещё раз хочу напомнить, что Кто есть представители команды? 1 ноября, когда будет открытие премиум-лиги в дивизионе 1, мы планируем открытие, будет награждение призеров и лучших игроков в индивидуальных номинациях премиум-лиги на открытые выдачи. Поэтому мы сообщим, что это будет, скорее всего, где-то к часам 4-5. Все будет указано, все будет выставлено, в торжественной атмосфере откроем чемпионат и заодно наводим команды, которые заработали. Есть еще вопросы? Давайте таким образом. Мы выставим на сайте счетов общий счет. Общий счет выносит. И вы выставили, а нужно быть мог пропечатать в индивидуальном телефоне. Друзья, есть еще вопросы? Разрешите тогда наше заседание.